Резкое повышение цены на бензин за последние пару недель объяснить одним лишь нестабильным курсом доллара нельзя. Экономисты полагают, что у этого процесса несколько составляющих. 50 копеек – это рост, связанный с ростом стоимости нефти на нефтяных биржах. Где-то на 10-8% выросла цена. 50 копеек – это падение курса гривни за последний месяц. Дело в том, что правительство в бюджете на 2018 год запланировало средний курс гривни 29 за доллар, а на конец 2018 года более 30 гривен за доллар. Еще одна гривна – это заработок топливных рейдеров, проще говоря, спекулянтов. Люди, которые умело делают деньги из воздуха. Государственные органы им не помеха. Это украинские реалии, отсутствие антимонопольного комитета де-факто, отсутствие счетной палаты, отсутствие руководителей огромного числа государственных ведомств, которые должны контролировать ситуацию в экономике. Занимают должность, исполняют обязанности люди временные, которые призваны создавать видимость какого-то государственного контроля, какого-то государственного вмешательства, какой-то государственной защиты. То есть здесь обычная ситуация, как и с жиженным газом, объективный фактор и субъективный сверхдоход монополистов. Бензин в Украину поступает в основном из Беларуси, он, как правило, российского производства. Большинство отечественных НПЗ простаивает, либо готовится к банкротству. Но если нефть вернется к цене 43-45 долларов за баррель, то на 2-2,5 гривны сможет подешеветь бензин. Но это в нормальной экономике с конкуренцией. У нас, к сожалению, монополии настолько жестко все под себя помяли, что надеяться, что у нас конкурентная борьба приведет к снижению стоимости бензина, не приходится. У нас 2-3 поставщика топлива, 2-3, которые будут держать цену, о которой они договорятся. Это называется картельный сговор. Экономисты прогнозируют повышение цен на продукты питания в течение 2-3 недель. А вот компании, работающие в сфере пассажирских перевозок, повышать стоимость своих услуг пока не спешат. Критический порог еще не превышен. Еще гривна-полторы, и они начнут возмущаться. Шоферы возмущаются, а учредители? Ну, мы не можем, они же не могут работать ниже себестоимости, поэтому мы будем вынуждены поднять тарифы, если это произойдет. Тариф повышается, когда цена повышается бензина на гривны 2 или 3, насколько повышается тариф? Ну, больше, чем на 50-70 копеек за километр не повысим. Нынешний скачок цен не отразится и на пассажирских перевозках в пределах области. В прошлом году автопредприятия уже повысили проезд на 20-30% по причине подорожания топлива. Но это только в случае, если не будет нового скачка. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал Репортер.